Придорожный сервис в Хакасии выходит на новый уровень. В дальней дороге туристов не просто вкусно накормят, но и предоставят все условия для комфортного отдыха. Возможности для развития появились у предпринимателей, в том числе благодаря региональным грантам. Подробности у Марии Добрыниной. Придорожные кафе – это та самая одежка, по которой гости судят об уровне жизни в республике и оценивают культуру обслуживания туристов. В Абакане, как в главном деловом центре Хакасии, особое внимание уделяют гостиничным комплексам. Один из таких – грант-шале. Здесь для жизни в командировке с привилегиями есть все. И снаружи придорожный комплекс выглядит как фешенебельный отель. На благоустройство территории и пошли грантовые деньги Минэкономы Республики. Заасфальтированы тротуары, оборудована огромная парковка, а для детей на заднем дворе появилась собственная площадка с качественным прорезиненным покрытием. В первую очередь также позаботились о наших гостях, которые проживают, приезжают к нам отдыхать с детьми. У нас даже здесь отдыхают ребятишки, кто из районов ближайших домов. Разбить пруд, обустроить набережную, построить автокомплекс – мечтает владелец нового кафе на въезде в Аскиз. Масштабные планы на будущее развернулись после того, как Геворг Налбадян получил грант. Почти 3,5 миллиона рублей, которого хватило на полное укомплектование кухни, техники и обустройство банкетного зала. Часть улицы, урны, лавки, фонари, освещение уличное – все это было на грантовую поддержку. Хотел бы поблагодарить изначально правительство республики Хакасии, Министерство экономического развития за такую поддержку. Турпоток в Хакасии, по данным Минэконома, по сравнению с допандемийным периодом увеличился в два раза. В прошлом году нашу республику посетили полтора миллиона человек. И требования приезжающих к придорожному сервису растут. Поэтому поддержка бизнеса в этом направлении выгодна во всех отношениях. В настоящее время у нас сформирован целый ряд мер государственной поддержки. В том числе на развитие объектов дорожного сервиса, на обустройство объектов показа, на благоустройство пляжей, бассейнов, туристической инфраструктуры и многое другое. В общей сложности с 2020 года мы поддержали 47 проектов. У нас сейчас заканчивается новый прием заявок. Пример трассы с высокой проходимостью туристов и командированных – это маршрут Абакан-Агдавурак. В Таштыпе их встречает мотель «Белая птица». Сами владельцы называют его гостевым домом. Небольшое уютное здание, комнаты первой и третьей категории, везде чистота, новая мебель и бесплатные банные принадлежности. На фоне этого гранда и получилось, что мы решили построить. Потому что у нас было кафе свое, мы там занимаемся. И что-то дополнительно где-то хотела мама немножко расшириться. Поэтому, да, выиграли грант. Большое спасибо государству, что помогли, конечно. Потому что если бы мы его не выиграли, я думаю, что строительство не началось бы. Семейный гостиничный комплекс намерен развивать и дальше. Расположение удачные. Номера практически никогда не пустуют. В ближайшее время предстоит обустройство территории, в том числе парковки. Работы еще много, поэтому планируют и дальше участвовать в грантах.